Приветствую! На днях появилась новость о том, что ДПСУ ведет переговоры со своими европейскими коллегами о том, чтобы возвращать мужчин в Украину. Конечно же, речь идет о тех мужчинах, которые незаконно покинули Украину. И когда мы говорим незаконно, не имеем в виду, что человек там по поддельным документам выехал или еще как-то. Здесь мы говорим только об одном случае, когда мужчина решил пересечь границу мимо пунктов пропуска. То есть, либо через лес, либо полем побежал, речкой поплыл и так далее. И вот они говорят, что если такой мужчина попробует легализоваться в той стране, в которую он прибыл, то государственные органы этой страны, соответственно, его должны вернуть. Как это происходит на сегодняшний день? На сегодняшний день мужчины, которые выехали, так сказать, через лес из Украины, пошли по грибы и заблудились. Они, оказавшись на территории другого государства, как правило, шли в полицию, так сказать, с повинной. Говорили, вот я такой красивый, хороший оказался здесь. Я бегу от войны, я боюсь там жить, потому что там летят ракеты, стреляют и прочее. Полиция в этих ситуациях, как правило, позволяла человеку, по сути, легализоваться. И, собственно говоря, за этим человек и обращался в полицию, чтобы легально пребывать на территории этого государства. При этом людям даже не всегда штрафы за это выписывали. И вот теперь ДПСУ говорит, мы договорились о том, что людей будут возвращать этих. Конечно же, это вопрос сейчас даже не к ДПСУ. Это вопрос к Европе. Вот для меня вот эта ситуация будет своего рода тестом европейских ценностей. Почему так? Да потому что для того, чтобы человека депортировать из страны, то есть задержать и принудительно, по сути, вывести силой, вывести за пределы государства, нужны очень веские основания. И есть соответствующая процедура. И в каждой стране она разная. Но это не просто так, что вот человек пересек границу, мы его поймали, а давайте мы сейчас его подрученьки отвезем обратно. И вот эта ситуация, это тест для Европы, для европейских ценностей. И мы посмотрим, как же это будет происходить на практике, действительно ли мужчин будут возвращать обратно. Это очень интересно, потому что если это действительно произойдет, то у меня, как у юриста, будут вопросы к европейским ценностям. Потому что, ну, не должно такого быть. С другой стороны, мы должны понимать, что сейчас, ну, не сейчас, уже год назад, когда началась война в Украине, то в этой ситуации, что сделали наши западные партнеры, да? Они разрешили въезжать гражданам Украины по паспортам внутренним. И это, по сути, ну, что было? Это было результатом переговоров, да? То есть мы знаем, что и наша погранслужба выпускала мужчин по внутренним паспортам и выпускает, да, да, не только мужчин, всех выпускает. И там их принимают. То есть мы пошли на некое такое нарушение законодательства во благо людей. И это было правильно. Но вот вопрос, пойдет ли Европа на нарушение своего законодательства, против блага людей. Потому что в этой ситуации возвращать человека, который бежит от войны, возвращать его в ту страну, где есть война, ну, вот вопросы. Плюс, даже не это главное. Главное здесь юридические моменты. Потому что в каждой стране есть соответствующие нормативно-правовые акты, которые регулируют этот вопрос. Ну, а подводя итоги, хочется успокоить тех мужчин, которые выехали через пункты пропуска, предъявив соответствующий набор документов. Вас эта новость никоим образом не касается. Вас никто возвращать в Украину пока не собирается. Ну, и в завершение данного видео хочу вам напомнить, что в этой ситуации, если так и будет происходить, да, то люди, которые пересекают границу через лес, так сказать, да, выезжают мимо пунктов пропуска, то они подлежат их деяния, за их деяние предусмотрена административная ответственность. Эта административная ответственность установлена в виде административного штрафа до 8,5 тысяч гривен, либо административный арест на 15 суток. Ну, как правило, если человек впервые совершает такое правонарушение и ведет себя адекватно, то административный арест не получает, а получает какой-то штраф, да, в пределах вот этой суммы. Друзья, если вы считаете, что данное видео было полезным, прошу поставить ему лайк и подписаться, соответственно, на мой канал. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.